Вот он, спорный двухэтажный жилой дом. Как рассказали представители ответчика, здесь в начале 2000-х годов был лишь фундамент будущего дома. Истец приобрел земельный участок и вместе с матерью и тетей начали строить коттедж. Обе сестры планировали построить дом на две квартиры и жить по соседству. Но тут появились нюансы и споры. Мы начали строить дом, начиная с фундамента. Мой племянник тогда был безработный, его мать, то есть моя сестра, вложилась на строительство этого дома. Оформление документов мы доверили своему племяннику. В 2013 году он пришел и начал требовать от нас 400 тысяч рублей, объяснив, что при оформлении документов пришлось много потратиться. Но, как оказалось, он оформил все правоустанавливающие документы еще в 2008 году на себя. Мы считаем, что они изначально были оформлены неправильно. В случае неуполнения законных требований в отношении вас будет применена физическая сила и составлена изобретения до того, в статье 17.8. Один уже составлен. Несмотря на семейный конфликт, судебные приставы выводят ответчиков, после чего Светлане Оржик понадобилась медпомощь. После долгих уговоров женщина все-таки покинула участок. Так как ответчики отказались вывести свои вещи, судебными приставами производится опись имущества с хранением на два месяца. После истечения этого срока его продадут в пользу казны государства. 8 июня 2017 года на основании этого исполнительного производства нами проводятся исполнительные действия. Я лично контролирую проведение исполнительных действий по выселению граждан и передаче имущества из незаконного владения, а именно дома по улице Лунная, два города Кызыла, собственнику помещения, который признан судом и который через суд обязал граждан покинуть это жилое помещение, то есть выселиться. Однако со стороны лиц, которые не являются сторонами исполнительного производства, то есть они не должники, не взыскатели, осуществляется систематическое воспрепятствование действиям должных лиц Федеральной службы судебных приставов по исполнению своих законных должных обязанностей и по приведению судебного исполнения в решение. Истец не захотел показывать свое лицо, но тем не менее рассказал свою точку зрения по сложившейся ситуации. Они должны были выплатить все налоги, оплатить все коммунальные платежи, половину того, что было предусмотрено. С 2002 года они ни разу не платили, вот возник спор за это у нас. Это кирпичный капитальный дом, может таких денег стоить, но они попросили такие деньги, чтобы мы каким-то мирным способом это все разрешили. Они должны были выселиться после того, как получили деньги, но они, получается, обманули. В отношении лиц, которые противодействовали исполнению решений суда, будет проведена проверка и вынесено соответствующее предписание согласно букве закона.